Владимир засранец, но он победил Минеев, нокаутировал Исмаилова. В Сочи прошел самый ожидаемый поединок года в российских ММА. В Сочи в рамках турнира AMC Fight Night 105 состоялся бой, которого фанаты ММА ждали три года. Магомед Исмаилов согласился провести второй поединок против Владимира Минеева. И не зря, это было фантастическое противостояние. Почему долго ждали реванш? Первый бой спортсмены провели 19 октября 2018 года в Fight Nights. Поединок завершился в ничью. После этого пути спортсменов разошлись. Исмаилов отправился в промоушен ИСЕ и побеждать Александра Емельяненко и Ивана Штыркова, а Минеев, выиграв у Даурена Ермекова, стал чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе. Организовать реванш удалось лишь тогда, когда Магомед закрыл все контрактные обязательства перед АСА. С ним вел переговоры лично Амир Мураддов, владелица EMC. Магомед выбил для себя хороший гонорар и пообещал подраться. И сдержал слово. Говорить об отношениях спортсменов, наверное, не стоит. И так все знают, что Минеев и Исмаилов друг друга люто ненавидят. И перечислять количество их скандалов и драк не имеет смысла. Исмаилов говорил, что вне зависимости от результата второго боя, он поймает Минеева на улице и разберется с ним по понятиям. Но чем ближе к турниру в Сочи, Магомед успокаивался. И на пресс-конференции выглядел совершенно спокойным. Казалось, что перед ним не злейший враг, а добрый приятель, с которым он разделит поход в кино, а не клетку. Минеев вел себя соответствующе. Лютое побоище. От поединка ждали многого. Букмекеры отдавали предпочтение Исмаилову, а Минеев играл роль Андердега, хоть и был обладателем пояса. Лысый хищник с первых секунд завладел инициативой, но первого тактико-технического действия пришлось ждать почти до середины раунда. Несмотря на то, что ударов не было, бой смотрелся на одном дыхании. Когда же Магомеду удалось перевести бой в портер, стало еще веселее. Минеев защищался хорошо, но не смог укрыться от острых локтей Исмаилова. На лице чемпиона появились рассечения. Во втором раунде тотальное избиение Владимира продолжилось. Сначала в стойке Магомед чуть не нокаутировал чемпиона мира по кикбоксингу по четырем различным версиям, а затем в борьбе продолжил банкет, где Минеев, словно нашкодивший официант, знатно получал по шее от начальника ресторана. Каким-то чудом Минеев все вытерпел, его лицо было в ужасных гематомах. Но лысый хищник наконец-то устал. И охотник почувствовал запах крови. В третьем раунде все закончилось. Но не в пользу Исмаилова. Магомед, как и в бою 2018 года, потратил в первых раундах слишком много сил и на третью пятиминутку вышел измотанным. Теперь уже Минеев просто наносил удары, ему оставалось точно попадать. К середине раунда Магомед рухнул на настил клетки. Судье пришлось остановить бой, так как Исмаилов совершенно не защищался. Через несколько секунд в клетку вызвали врачей, которые еще на протяжении пяти минут приводили спортсмена в чувства. Он смог подняться, но через некоторое время опять упал. Но с ним все хорошо. Он просто устал до такой степени, что ноги не держали. Я его не уважаю как человека, но он крутой спортсмен. Есть вопрос, который нам надо закрыть. У меня есть обида. Я был хорошо готов, Владимир хорошо проявил себя. Отличный спортсмен. Уважуха ему. Я не умею проигрывать. Даже когда в приставку играю, ломаю джойстик, если проигрываю. Владимир засранец, но я выражаю ему уважение, спасибо всем. Извините, сегодня лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим, но я себя таким не чувствую, сказал после боя Исмаилов. Аминеев тем временем предложил провести третий поединок. И зрители в зале ответили на это аплодисментами. Кажется, никто не против трилогии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.